Всем привет! С вами Казахстанская Медиа Академия и я, Катя Загурская. Вы смотрите программу Backstage, где мы рассказываем истории создания музыкальных клипов. Сегодня мы поговорим о... Сегодня у нас в гостях популярная певица Зарина Амарова, которая расскажет клипы на ее самые известные песни «Жан Гулим». У этой песни очень долгая история, поэтому ее все знают и помнят. Вы знаете, в частности, об этой песне всегда говорят, что она народная уже, наверное. Эта песня вышла очень много лет назад, лет 25, наверное, назад. Она стала очень популярной, просто очень популярной, причем без видеоклипа, без ничего. Просто она записалась, я ее спела на Хабаре, на новогоднем выступлении, один раз только исполнила, и все. И она сама по себе разлетелась. То есть ни один концерт, ни один той не проходил без этой песни. Можно сказать, это мой, наверное, моя визитная карта, мой паспорт этой песни «Жан Гулим». У самой Зарины был небольшой отпуск в Карелин, но когда настало время вернуться на сцену, почему бы и не обновить одну из самых известных песен? Спустя, после того, как я вышла с декрета обратно снова на работу, спустя 10 лет, я решила возобновить эту песню. То есть заново аранжировали ее, заново спела я ее. И так как клипа не было, я думала, ну, снять такой просто обычный трековый клип. Режиссер клипа стал друг Зарины, который практически безвозмездно решил снять небольшой клип. Этот клип, он так интересно получился. То есть снял это мне мой друг, да, старый знакомый, который просто снимает рекламы, там, рекламные ролики какие-то. И, можно сказать, он мне это сделал как в подарок, если честно. Просто вот, как по-дружески. Ну, там, конечно, за какие-то там аппаратуры, там, ну, мелкие, не знаю, по мелочи я этот. Но, в основном, вот он сделал это мне как в подарок просто. В Зарины всегда с клипами связаны самые грандиозные идеи. Натана и творческая личность. В чем заключалась вообще, смысл вообще этого клипа? Было просто, чтобы эту песню показывали, и все. Просто, чтобы она была, что есть клип на нее. Просто сейчас я хотела на нее, конечно, снять такое что-то интересное, там, что-то такое, не знаю, с сюжетом, да. Но это мне показалось, что надо что-то больше к новым песням, к новым трекам такую лучше сделать, чем нежели вот старыми. Клип снимался в одной небольшой локации, а Зарини нужно было показать себя в нескольких образах. Потом решили, что пусть будут какие-то декорации постельного тона. Давай, как ты, этот, костюмы там поменяешь побольше образов. Ну, хорошо, давай. И платье я там поменяла пару раз. То есть здесь главная роль, он мне сказал, что будь сама собой, играй. Вот какая ты в жизни, мимика твоя, каждый там взгляд, вот это все. Здесь самое главное показать танцы какие-то, там, мелкие, не сильно там танцевать. Ты в таком возрасте не сказал. И вот что-то такое интересное вот. И я думаю, получилось. Несмотря на простоту, клип стал очень популярным. Но это неспроста, ведь песню до сих пор все знают и любят. В данный момент этот клип не успел выйти, как бы, да, не так вот давно. Но, как бы, почти 3 миллиона он набрал. Знаете, что самое интересное? То есть снимаешь очень дорогой клип, не набирает, наверное, такие просмотры, а вот этот клип набрал. Я думаю, что этому всему вина – это песня. Она вот какая-то вот такая вот волшебная, наверное. У нее есть какие-то вот волшебства, что людей вот просто заманивает. Я думаю, так. Давайте все вместе посмотрим на результат. На экранах клип на самые известные песни Зарина Амарева – Жан Гулим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok